Глубоко уважаемые президиум, коллеги, перейдем от камней элитотрепсии к трансрутуральному лечению заболеваний нижних мочевых путей. Поговорим о раке мочевого пузыря. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2020 году было выявлено почти 600 случаев рака мочевого пузыря. Все мы знаем прекрасно, что основную долю этого рака, более 70%, составляет мышечно-неинвазивный рак. И, конечно, как любой принцип онкологии, в этой хирургии трансрутуральной важна радикальность и областичность. Конечно, невозможно этого достичь без хорошей визуализации. И не только интрооперационной визуализации, но и дооперационной, которая позволяет нам планировать характер вмешательства и выполнить эту операцию качественно. На сегодняшний день для дооперационной диагностики и интрооперационной визуализации мы используем ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию, цитологическое исследование мочи, исследование молекулярных маркеров, ну и, конечно же, цископия и при цископии различные методы улучшенной визуализации, о которых мы сейчас поговорим более подробно. Итак, ультразвуковое исследование является по рекомендациям скрининговым методом исследования, особенно у пациентов, у которых в анамнезе есть макрогематурия. Но что нам может дополнительно предложить ультразвуковая диагностика, помимо того, что мы поставили датчик, увидели опухоль и определились, что пациенту надо делать операцию. Здесь представлено исследование с контрастным усилением. Соответственно, это возможность с высокой степенью достоверности. Вы видите чувствительность 76%, специфичность 89% отличить уже на этапе ультразвукового исследования опухоли высокой степени злокачественности от low-grade. Соответственно, какой же возможный механизм? Рак мочевого пузыря высокой степени злокачественности имеет богатое кровоснабжение и ангиогенез, что приводит к накоплению и удержанию контрастного вещества в кровеносных сосудах. Именно это позволяет отличить опухоли высокой степени злокачественности от опухоли низкой степени злокачественности. Рутинный метод не используется, но такие возможности есть, о них мы должны знать. МРТ в рутинной практике при первичной опухоли мочевого пузыря не всегда используется, и тем более не все центры могут похвастаться диагностикой в режиме ВАЙРАЦ. Это, соответственно, возможность определения степени инвазии опухоли и глубины инвазии в мышечный слой. Соответственно, что происходит на разных этапах диагностики, это Т2-звешенное изображение, DVI, опухоли и стенка мочевого пузыря контрастируются по-разному. Соответственно, происходит совмещение вот этих различных режимов, и с высокой степенью достоверности, специфичность, видите, достигает практически 100%. Мы можем сказать, есть ли инвазия в мышечный слой за пределами мочевого пузыря. Все это, конечно, помогает нам в определении тактики лечения, хотя мы понимаем, что, безусловно, начальный этап – это трансрутеральная резекция и верификация опухоли. И, конечно, на мой взгляд, это врачоориентированная методика диагностики, потому что от квалификации специалиста зависит результат и интерпретация исследования. Цитологическое исследование мочи – хорошая методика, однако цитология полезна, особенно в качестве дополнения к цисскопии у пациентов с опухолями high-grade, а также цис. Здесь мы должны понимать, что отрицательная цитология не исключает наличие опухоли, что дополнительные факторы, такие как инфекция мочевых путей, камни, проведение внутрипузырной терапии может влиять на результат исследования, и, конечно же, также интерпретация результатов исследования очень важна специалистам. Маркеры рака мочевого пузыря – это и сегодняшнее, и настоящее, и будущее. В основном те маркеры, которые сегодня применяются. Основной задачей является снижение инвазивных диагностических процедур и использование данных маркеров в качестве скрининга. Пока ни один из них не используется в качестве скрининга, но в качестве прогностического фактора рецидива и прогрессирования заболевания – те, соответственно, маркеры, которые одобрены FDA. Мы видим, что чувствительность от 64% и выше, достаточно высокая специфичность. Однако на сегодняшний день идет поиск тех маркеров, которые позволят использовать методику в качестве скрининга у пациентов с первичными опухолями мочевого пузыря. И в настоящее время в стенах Московского государственного университета проводится работа, оценивается точность, чувствительность и специфичность такого маркера, как таламераза ТЕРТ. Уже доказана его высокая точность в отношении прогнозирования рецидива и прогрессирования заболевания. Однако все мы прекрасно знаем, что данный фермент является таким ключом к долголетию клетки, обеспечивает достаточно быстрое деление клеток без их старения. Но его мутации имеют большую диагностическую ценность. И вот здесь показано на слайде, что те мутации ТЕРТ, которые сейчас применяются, они действительно могут с высокой долей специфичности, практически 100%, могут показать при первичном заболевании, что у пациента есть рак мочевого пузыря. Другие мутации также показали свою достаточно высокую чувствительность, практически до 80%. И работа продолжается. Что касается визуализации уже непосредственно во время операции, рутинно мы используем цископию в белом свете. Зачастую опытный хирург может по внешнему виду опухоли сказать, какой степенью злокачественности грейд обладает, степенью дифференцировки обладает опухоль, и такие работы проводятся. Вот в частности на видео мы видим с вами не совсем нежно-ворсичатый опухоль, но достоверно при гистологии даже есть вот такие инкрустации, которые могут говорить, что опухоль хайгрейд. Однако при гистологическом исследовании мы получаем лоугрейд. На данном видео образование абсолютно типичное и по размеру, и по визуализации, но морфологически это папиллома, как ни странно. Ну и данное образование на третьем видео мы видим достаточно обильную воскулиризированную сеть, опухоль солидная по типу тутовой ягоды. Здесь сомнений нет, конечно же, это хайгрейд. Действительно, вот здесь приведено исследование, которое, соответственно, анализировало возможность оценки опытным хирургам и начинающим хирургам степени дифференцировки опухоли, возможность угадать, есть или нет инвазии в мышечный слой, а также взял или не взял хирург правильно этот мышечный слой. И, соответственно, опыт более опытной хирургии достоверно чаще угадывали степень дифференцировки опухоли, достоверно чаще угадывали, есть или нет инвазии в мышечный слой. Однако ни молодые, ни опытные хирурги не смогли достоверно, качественно определить, был ли в полученном материале мышечный слой. Что касается эндовизуализации, по рекомендациям на сегодняшний день, для улучшения визуализации в ходе трансуртральных вмешательств нам доступна фотодинамическая диагностика с высокой степенью достоверности NBI и дополнительные технологии, такие как Image1S, SPICE и конфокально-лазерная микроэндоскопия. Сейчас более подробно о каждой из них. Фотодинамическая диагностика, давно о ней знаем. На сегодняшний день, ну, длительное время нам недоступно было именно контрастное вещество, которое используется, это аминоливоленовая кислота. Сейчас это абсолютно никаких проблем, можно в России купить, этот метод используется. Какие преимущества? Это рецидивные опухоли, это опухоли ЦИС, это возможность отдифференцировать поражение простатического отдела уретра. То есть все сложные ситуации, которые в белом свете мы, к сожалению, не можем отдифференцировать. И согласно различным исследованиям, при первичной трансрутральной резекции PDD позволяет выявить дополнительные опухолевые образования на 20% больше, чем в белом свете. Ну и дальше исследование, которое также показывает преимущество трансрутральной резекции с использованием PDD по сравнению с белым светом, это достаточно большой системный обзор. Вероятность рецидива рака мочевого пузыря при использовании PDD через 12 и 24 месяца в 1,37 и 1,33 раза меньше, чем при использовании белого света. Абсолютное преимущество. Что мы на сегодняшний день знаем про NBI, то, что данная технология использует для обнаружения дополнительных образований по сравнению с белым светом, использует голубой и зеленый спектры, которые адсорбируются гемоглобином. И благодаря этому мы видим патологически воскулизированную сеть на фоне неизмененной слизисты. Это позволяет дополнительно при первичных образованиях на 22% больше выявить дополнительных образований, в том числе ЦИС по сравнению с белым светом. И, что важно, при рецидивных заболеваниях это уже на 28%. Ну и сравнительное исследование всех трех методов NBI, PDD и белого света показывает значительное преимущество дополнительной визуализации NBI и PDD в отношении чувствительности, специфичности, а также точности по сравнению с белым светом. Но также надо сказать, что NBI в данной ситуации имеет приоритет, потому что не требует дополнительного контрастного препарата, введения дополнительного контрастного вещества. Конфокально-лазерная микроэндоскопия или Cellvisio – это так называемое прижизненное гистио-патологическое исследование, которое позволяет нам уже интероперационно уточнить степень дифференцировки опухоли, high-grade или low-grade, и является хорошим дополнением. Сейчас во многих исследованиях также оценивается влияние именно сочетания трансуртральной резекции с Cellvisio в отношении рецидива заболеваний и прогрессирования. Вот так это происходит во время операции. Вводится специальное контрастное вещество с экспозицией в мочевой пузырь. И дальше уже по инструменту, либо гибкий эндоскоп, либо ригидный цистоскоп, вводится эндолюминальный датчик на основе лазерного волокна с длительностью 488 нанометров и осуществляется гистио-патологическое исследование. Улучшенная визуализация ImageOneS. В 2020 году компания Carl Storz представила данную технологию. Она была после определенных исследований внесена уже в клинические рекомендации. Данная улучшенная визуализация не требует никаких дополнительных... Это обычная видеоэндоскопия, камера. Соответственно, имеет несколько модальностей. А в частности, это спектр А, спектр Б спектра. И, соответственно, модальность улучшенной цветности и контрастности – это хрома. Исходно данная технология достаточно широко применялась при заболеваниях ЖКТ. Основные исследования и отоларингологии. В урологии до последнего времени было не так много исследований, которые показывают преимущество данной визуализации в диагностике. И, соответственно, что самое главное – это результат онкологический рецидив и прогрессирование. На сегодняшний день 4 исследования нам известны по раку мочевого пузыря. Одно из них здесь приведено. Это 165 опухолей было выявлено у 47 пациентов. 25 из 165 опухолей были видны только с помощью режима хрома. Ну и в продолжении, если мы берем общий рецидив через 18 месяцев, мы берем все группы стратификации от низкого до высокого риска. Разницы в рецидиве не было. Однако, если мы возьмем группу низкого промежуточного риска, это исследование показывает, что использование улучшенной визуализации Image1S значительно снизило вероятность рецидива именно у пациентов этой группы. Теперь о желаемом будущем. Оптическая когерентная томография. Пока не вошла в клинические рекомендации, однако идет сейчас вторая фаза исследования. Однако, достаточно проста в применении. Также устройство использует ближний интерфакрасный свет. Проводится через гибкий аппликатор по типу волокна, который проводится к зону патологического образования через тубу с цистоскопа. Для этой методики не требуется специальной среды. Это может быть и в газовой среде, то есть в воздушной и физиологическом растворе. Достаточно высокая чувствительность метода и специфичность. Глубина проникновения до 2 мм. И с высокой точностью, мы можем сказать, есть инвазия опухолевой ткани в подлежащие слои. Это также может гарантировать радикальность лечения, если мы имеем информацию уже во время операции. Желаемое будущее – это геноинженерные технологии. Это очень важно. Мы знаем с вами о теориях имплантационного метастазирования. И что очень много на сегодняшний день делается для того, чтобы именно методики трансрутрального удаления опухоли соответствовали всем требованиям радикальности областичности. В частности, на сегодняшний день такой достаточно серьезный тренд в этом лечении – это лазерный блок резекции стенки мочевого пузыря с опухолью, которая пока еще не показала отдаленные онкологические результаты по сравнению с ТУР, но все же тенденция такая есть. И, конечно же, это введение, одевантное введение химиопрепарата, немедленная инстилляция, которая позволяет снизить частоту рецидива. Что же мы можем получить в результате применения геноинженерных технологий? Во-первых, нутрипузырная инстилляция. Все исследования, которые я сейчас показываю, это пока экспериментальные на животных. Нутрипузырная инстилляция опухоль специфической флюоресцентной метки с экспозиции от 30 минут до нескольких дней. Все это позволяет при последующем трансрутральном вмешательстве радикально убрать опухоль. Либо это ТУР, либо это НБЛОК. В дальнейшем вводятся моноклональные антитела, которые предназначены для того, чтобы ацербироваться на оставшихся клетках, которые циркулируют в мочевом пузыре, то есть связать их, либо ацербироваться на тех участках, которые мы во время операции не увидели. И, соответственно, что происходит дальше? Вот экспериментально уже тоже доказано, что данные моноклональные антитела позволяют снизить частоту рецидива очень значительно. И это большая перспектива. А в доказательство того, что теория имплантационного метцитозирования существует, это тоже экспериментальное было исследование на крысах, которое показало, что после имплантации опухолевых клеток, переходно-клеточного антитела, через три недели уже формируется уротолиальная карцинома. В связи с этим качественно важна немедленная инстилляция химиопрепаратов, а в будущем использование тех моноклональных антител, которые будут эффективно применяться. Спасибо. Спасибо.